Sony A6600 это камера, на которую действительно стоит обратить свое внимание, в первую очередь видеографом, которая может использоваться как полноценный профессиональный инструмент, которая стоит дорого и которая до сих пор не избавилась от своих детских болезней. Первое, что замечаешь, когда берешь в руки этот фотоаппарат – увеличенная рукоятка. По сравнению с другими моделями 6000 серии камеру стало действительно удобно держать. Возможно, у кого-то будет провисать мизинец, но это можно решить с помощью доп. аксессуаров, о которых я расскажу чуть позже. Также сюда установили батарейку от полнокадровых беззеркалок, так сказать, убили двух зайцев. И автономность подтянули, и рукоятку увеличили. На одной съемке я сделал больше 1000 кадров с работающим автофокусом, стабилизацией, через видоискатель и при этом еще и видео снимал. И в тот день у меня батарейка не разрядилась даже наполовину. Появилось три небольших, но очень весомых изменений по сравнению с A6500, на смену которой и пришла эта камера. Во-первых, добавили еще одну настраиваемую кнопку. Мелочь, а приятно. Тем более сразу после покупки этой камеры вы точно вынести на данную клавишу очень полезную функцию, о которой я тоже расскажу чуть позже. Второе нововведение – это выход под наушники. Мне кажется, именно это выводит A6600 на новый, более профессиональный уровень. Потому что теперь безо всяких костылей можно и записывать, и слушать звук одновременно. Раз уж заговорили о портах, то здесь также есть вход для микрофона, разумеется, micro HDMI и micro USB. Ну гребаный стыд, Sony, ну серьезно, micro USB? Это уже даже не смешно. Если вы на штамповали много аксессуаров для 6000 серии и не хотите переделать их под новый разъем, то просто в комплект с ними кладите маленький переходник micro USB на Type-C. Но, пожалуйста, добавьте уже выход USB-C в свои кропнутые камеры, чтобы я не ходил и не искал, где у меня там в 2015 году был шнурок micro USB. От этого же бомбит, блин! Компания, которая сейчас задает тренд всем остальным производителям, в свой новый фотоаппарат установила micro USB разъем. При том, что в свои полнокадровые камеры они уже давно установили Type-C. Я... я не понимаю этого, честно. Ладно, идем дальше. Третье отличие от A6500 это поворотный дисплей. Он, как и в A6100 и A6400, откидывается вверх. И теперь, если вы снимаете влог, вы можете видеть себя. Но если вы захотите использовать накамерный микрофон или свет, который крепится на горячий башмак, то экран попросту перекроется. Но есть и спасение. На данный момент существует большое количество дополнительных аксессуаров, клеток и других штук, который позволяет вынести крепление под башмак в сторону или на них есть 4-дюймовые резьбы, на которые тоже можно прикрепить микрофон или другие аксессуары. Кстати, есть вот такой вот экстендер от SmallRig, который помимо всех вышеперечисленных преимуществ еще и увеличивает рукоятку. У нас есть вот такая вот штуковина. Вообще, она создана специально под A6300, но без проблем подходит ко всем другим камерам 6000 серии. Так вот, она позволяет поставить камеру вертикально, чтобы снимать в Instagram или TikTok. Но снизу есть еще и 4-дюймовая резьба, на которую можно повесить микрофон. Если вас заинтересовала данная площадка или вот, например, такой вот небольшой штативчик с шаровой головой, то всю подробную информацию и цены вы можете найти в описании. Есть еще один недостаток, который вроде не сильно весомый, но при этом выбешивает. Это слот для карты памяти. Во-первых, он UHS-1. То есть даже если у вас скоростная карта UHS-2, вы не сможете пользоваться ее преимуществом и файлы будут долго записываться, особенно когда снимаешь серию кадров или видео. И еще мне не нравится расположение слота карты памяти. Он находится в батарейном отсеке. Я надеюсь, вам не нужно в который раз объяснять, почему это плохо. Ок? Даже Panasonic уже одумались и в своей среднеуровневой линейке G вынесли слот для карты памяти на боковую панель для быстрого доступа. Ну и я еще раз надавлю пальцем на кровоточащую рану и скажу про неудобную, непонятно каким идиотом придуманную, расположенную в самом неподходящем месте кнопку начала записи видео. Ну блин, ну Sony, ну вам же не первый год об этом говорят. Ну примите наконец-то во внимание мнение фанатов. И вы же добавили еще одну дополнительную клавишу на корпусе. Кстати, на нее и нужно переназначить старт-стоп записи, о чем я и говорил в начале. Но если вы уже нашли место на корпусе для новой кнопки, сделайте ее именно под эти задачи. А про вот этот вот прыщ вообще забудьте. В остальном корпус остался таким же, как и в A6500. Разве что вспышку убрали, ну и фиг с ней. Корпус из магниевого сплава, очень приятный и дает ощущение, что вы держите прям вещь. Вот что мне не нравится, так это то, что камера-то новая, но сенсор и процессор остались старыми, как в A6300 и A6500. И это, конечно, очень печально, потому что фотографии на высоких ISO выглядят, мягко говоря, плохо. Выше 1600 лучше вообще не подниматься. На 3-2 уже сильно видны шумы и резкость падает. Вот я обрабатывал несколько снимков с этой камеры и их качество мне не очень понравилось. Именно на высоких значениях светочувствительности. Даже если фотка чисто для соцсетей и инстаграмщика, где по сути качество не так и важно, все равно, когда закидываешь фото на телефон, видно не лучшее качество картинки. Опять же таки повторюсь, это только если вы задираете ISO. Снимаете на более приемлемых значениях, то есть не поднимаетесь выше 1600 и все будет в норме. Но справедливости ради нужно сказать, что Canon M6 Mark II, который был у меня на тесте месяц назад, его обзор можете посмотреть вот здесь по ссылочке, на высоких значениях ISO снимал значительно лучше. При том, что A6600 стоит значительно дороже и позиционируется на уровень выше. Это, конечно же, все мои субъективные впечатления. Я не могу вам сейчас показать два идентичных снимка, снятых на M6 Mark II и на A6600, но все же примите во внимание. На самом деле и с видео дела обстоят не лучше. Хотя, казалось бы, камеры Sony вроде неплохо снимают видео. Так и есть, качество видеоряда очень годное, как в 4К, так и в Full HD 120 FPS. Но есть нюансы, которые не то что прям сильно портят впечатление, но понижают уровень этой камеры на фоне конкурентов. Например, здесь все так же осталась проблема с роллинг-шаттером при съемке 4К. Он просто нереальный. И если вы хотите снимать видео с поворотами камеры в стиле La La Land или отеля Grand Budapest, то вам точно нужна другая камера. В Full HD он уже не так заметен и в принципе можно снимать. Но сейчас бы в 2020 году купить камеру больше, чем за 1500 долларов, чтобы снимать Full HD видео. Также я заметил один прикол. При съемке 4К 30 кадров в секунду есть кроп. Он вообще незначительный, в районе 5%, но все равно это странно, потому что при съемке 24 или 25 кадров его нет. Неужели мощности процессора не хватает, чтобы записать лишние 5-6 кадров без кропа? Это странно. При длинной съемке камера ощутимо нагревается, но при этом не выключается и продолжает работать и записывает видео. Еще у меня есть вопросы к матричной стабилизации. Она есть и это уже хорошо, но ее работа оставляет желать лучшего. Если встать на месте, хорошо зафиксировать руки и не двигаться, то картинка будет плавной. Но малейшие движения и все начинает дрожать. Иногда прям видно, так как стабилизации не хватает хода подвеса и она останавливается, как будто ударяется о края кадра. Да, тут как бы есть лог-профайлы и вы можете снимать плоскую картинку для наилучшего динамического диапазона, но, во-первых, с ними нужно уметь работать, чтобы вернуть хотя бы до изначального вида. А во-вторых, здесь нет съемки DCI 4K, 4K 60 кадров в секунду и 10-битного видео. А если мы посмотрим на e-каталоге цены конкурентов, например, Panasonic GH5, выпущенный в 2017 году или Fuji X-T3, выпущенный в 2018 году, то эти камеры все это могут. А сейчас все они стоят примерно одинаково. X-T3 даже немножко дешевле. Это при том, что у нас официальную стоимость A6600 снизили на 200 баксов. Я думаю, они поняли, что с таким ценником эту камеру никто брать не будет. Если можно одолжить еще 200 баксов и купить уже A7 III и получить все то же самое, только на полном кадре, что будет лучше для фото. Вот за что стоит любить эту камеру, так это за автофокус. На самом деле Sony уже давно умеют в автофокус, но в полнокадровых камерах, а в крупном сегменте его улучшили только с выходом новинок A6100, A6400 и A6600. И именно в A6600 он лучше из этой тройки, потому что здесь есть распознавание лиц и глаз людей и животных, но с маленькими оговорками. Например, распознавание лиц и глаз человека работает в фоторежиме и при съемке в Full HD или 4K до 30 кадров. В Full HD 120 FPS уже нет трекинга лиц и глаз, просто работает следящий автофокус и, к слову, он тоже работает хорошо. А распознавание глаз животных вообще работает только при съемке фотографий. Видео, опять же таки, просто следящий автофокус. При этом все очень плавно работает, скорость и чувствительность можно настроить в меню под ваши предпочтения и задачи. Вот реально автофокус просто песня. Сказка прям. Вопрос в том, что такой же автофокус вы получите и в самой доступной A6100. Think about it. Еще пару слов скажу о приложении для смартфона. Все-таки эту камеру будут покупать блогеры и очень удобно, когда ты можешь сбросить фотку или видео через Bluetooth или Wi-Fi без компьютера. Сейчас для подключения к камере используется приложение Imagine Edge. Раньше это было Play Memory. Оно вроде так называлось. Так вот, через новое приложение можно управлять камеру удаленно, сохранять фотографии прямо себе на телефон, причем можно выбрать, в каком разрешении скачивать снимки. Но вот видео сохранять на телефон нельзя. Его даже посмотреть в этом приложении нельзя. А обидно. Было бы прикольно снимать вертикально видео на эту камеру для тех же Stories и быстро скидывать себе на телефон для публикаций. Но нет, для этого вам придется доставать карту памяти, скидывать это все на компьютер и потом только уже на телефон. И знаете, когда я впервые увидел эту камеру на выставке IFA в Берлине, она мне очень понравилась, потому что сразу были заметны изменения в лучшую сторону. Мы даже назвали эту камеру лучшей для съемки влогов. И я вам даже больше скажу, мы сейчас всерьез задумаемся о переходе на камеры Sony и выбираем между полнокадровой A7 III и A6600. И в приоритете была именно A6600, потому что по размерам корпуса обе камеры плюс-минус одинаковые, но оптика намного компактнее под кроп. И учитывая то, что Sony недавно выпустили крутой объектив под кроп 16-55-2.8, это такой стандартный зум и при этом он небольшой и относительно светосильный, такой сетап нам бы вполне подошел, особенно на каких-то выездных съемках. Но попользовавшись ею, я понял, что не так и много поменялось по сравнению с предыдущим поколением. Все детские болезни остались, а новые функции, кроме автофокуса, не добавили. И если сравнивать с конкурентами, то они предлагают большую функциональность именно для съемки видео, особенно X-T3, она прям топчик и стоит еще и дешевле. Для влогов она может и хорошо подходит за счет крутого автофокуса и увеличенной автономности. Но вопрос в том, будет ли кто-то платить больше полутора тысячи долларов за камеру для влога. И тогда уже есть смысл смотреть в сторону A6400, потому что отличие по факту только в стабилизации, которая не суперэффективна, чтобы ее прямо рекомендовать, но и при этом она еще не всем нужна. В общем, пишите в комментариях, что вы думаете про A6600. Посмотрите обязательно вот эти вот два видео, не забывайте поставить лайк и подписаться на наш канал. Пока!